Все окей. В последнюю субботу вчера мы прочитали, мы начали читать четвертую из пяти книг Торы, которая называется «Бемидбар», буквально в пустыне, и эта книга по-русски, в русской традиции, называется «Числа», по-латыни называется «Numeris», что значит то же самое, почему она так называется, потому что несколько раз в ней приводится пересчет количества сынов Израиля по коленам, и буквально в первой главе мы встречаемся с несколькими такими числами, поэтому я с чем нужным, именно числительными сегодня и заняться. Ну, книга называется «Числа», и занимаемся мы числами, но обратите внимание, что на иврите название книги означает совсем другое, «Бемидбар» это значит «в пустыне», вот, и в этой книге у нас тоже встречаются нарративные тексты, то есть есть определенный сюжет, который нам рассказывается, этого почти вся книга брейшит, то есть практически вся книга брейшит, это повествование о событиях, книга «Шмот» буквально, примерно пополам, там идут и события, там идут и законы. В книге «Вайкра», которую мы закончили, почти нет событий, но довольно много законов, вот, в «Бемидбар» снова, снова у нас идут события, вот, но есть и законы, и, наконец, в книге «Дворим», которая называется по-русски «Второзаконие», и, казалось бы, понятное дело, что там, в основном, тут идет изложение законов, некоторые из них повторяются, некоторые новые, но там есть и небольшое количество событий тоже. Итак, мы открываем текст, всем видно текст, да? Вот, и буквально в первой же фразе мы встречаемся не просто с числительными, а с числительными двух видов. «Вайда бейр ашем эль муше, бамидбар Синай», и говорил Бог Моисею в Устыне Синай, «бе огаль муэд» в шатре собрания, «ба эхад лаходыш га шейни, я выделил вам слово «эхад», «эхад» — это значит «один», и выделил вам слово «шеини», что значит «второй», да? «ба шана га шейнит», «второй год», «ла цайтам ме эрет сми цраем» «леймор», «по исходу, по выходу из страны египетской», Следующее, то есть буквально говоря. Итак, слово «эхаб» – это числительное, но числительное какое? Числительное – количественное. Количественные и числительные говорят нам сколько, в данном случае один. А слово «шейни» – это тоже числительное, но порядковое, отвечающее на вопрос «который? Какой? Второй». И то же самое слово – это тоже числительное и тоже порядковое, и означает оно то же самое. То есть и то, и другое образовано от слова «шнаим» – два, но здесь стоит числительное в мужском роде «шейни» – это второй, а здесь «шейнит» – вторая в женском роде. Почему? Потому что слово «ходыш», к которому относится вот это слово, мужского рода, а слово «шана», к которому относится вот это слово, женского рода. Поэтому «шейни» – в такой форме, «шейнит» – в такой форме. Это мужской, а это женский. Это относится к числительным каким? Порядковым. Порядковые числительные образуются от числительных количественных. Что значит «эхад»? «Эхад» – это что? Здесь опущено слово «йом». «Йом» – это день. Первый, в день номер один. На иврите «даты» называется именно так. То есть число порядок дня в месяце обозначается неколичественным, непорядковым числительным, как в русском языке. Например, третье января. А на иврите это говорят «три в январе». Буквально так. «Шалош бе януар». И то же самое, если месяц мы называем по еврейскому календарю и, соответственно, число месяца по еврейскому календарю. Например, когда мы отмечаем праздник Шавуот, ближайший наш праздник. С Божьей помощью рад вас, кстати, поздравить. Праздник Шавуот начинается в пятый день недели вечером. «Ба эреф ба йом хамиши». «Хамиши ба Шавуа», то есть пятый день недели. Но дата праздника Шавуот называется у нас «Вав бе Сиван» или «Шеш бе Сиван». «Шесть в Сиване», то есть шестой день месяца Сиван. Теперь мы видим, что числительные, порядковые бывают мужского или женского рода. То же самое относится и к числительным количественным. Слово «эхад» мужского рода, а в женском роде будет как «ахат». «Эхад» мужской род, «ахат» женский род. Так вот, основной формой числительных являются числительные женского рода. От них уже образуется мужской род. Так, я покажу вам табличку, которую я нашел в интернете. Для этого я, очевидно, должен не просто переключиться, а что сделать? Здесь сделать новую демонстрацию экрана, да? Сейчас я сделаю новую демонстрацию. Увеличиваю, у вас она тоже увеличивается на экране, да? Да, и кроме того, у каждого есть опция, есть «View Options» наверху. Посмотрите, там есть «Zoom», вы можете увеличить, как вам удобно. Ага, понятно, да. Вот здесь мы видим числительные мужского рода и женского рода. Так вот, если мы знаем с вами существительные, да, существительные парные, например, ученик – ученица, учитель – учительница, кот – кошка, да? Они однокоренные и образуется женский род из мужского. Каким образом? Добавлением суффикса, суффикса женского рода или «а» на конце, то есть комбат «эй», или суффикс с буквой «тав». В числительных все происходит наоборот, то есть если мы не знаем, да, мы перепутаем от, например, шалош, шалош, хлот, три кошки, да, образуется шалоша, да, добавлением суффикса, который в существительных образует женский род, а в числительных, наоборот, он образует мужской род, то есть шалош – это женский род, а шалоша – мужской род, да? Шалош – хатулот, шалоша – хатулим, так? Теперь это не относится к первым числительным. Здесь надо запомнить, что ахат и штаим – это женский род, а эхад и шнаим – это мужской род. Есть мнемоническое правило, что там, где есть буква «тав» – это женский род, хотя вот здесь вот «тав» – это суффикс женского рода, а вот здесь вот «тав» – это корень, это корень, поэтому никакой грамматической логики в этом нет. Тем не менее, правило такое, да, ахат и штаим – здесь есть буква «тав», значит, это относится к женскому роду, эхад и шнаим – к мужскому роду, так? Итак, в женском роде шалош, в мужском роде шлуша, в женском роде арба, в мужском роде арбаа, в женском роде хамеш, в мужском хамиша и так далее. Это вы можете посмотреть и без меня. Вот так вот мы доходим до тэша и тиша, и, наконец, эсэр и асара, так? Далее, как мы образуем числительные… Сейчас у вас движется на экране табличка, да? Мы переходим к числительным от 11 до 19, да, как мы образуем вот эти числа, да? В женском роде мы используем добавление эсре, вот, и единицы мы называем женским родом, да, и добавляем слово эсре. Например, 1 – это женский род, 1 – это ахат, да, а 11 – это ахат эсре, 2 – это штаим, 12 – это штеим эсре, 13 – это шлош эсре и так далее. Обратите внимание на слово шмоне эсре, что мы называем шмоне эсре, какие ассоциации это вызывает? Главная молитва еврейская. Да, молитва, 18 – благословений. Да, а почему называется шамоне эсре, потому что в ней 18 благословений. Слово благословения – браха женского рода, поэтому и слово 18 мы ставим в женский род шамоне эсре. Ну, если быть точным, то благословение 19, да, но в начале их было 18, и отсюда название, так? Теперь, что мы делаем в мужском роде? Мы берем единицы для мужского рода и добавляем слово ассар. Ассар – это то же самое, что ассара, эссер, 10, да? Получается у нас эхад, ахад, ахад ассар, шнейм ассар, шлоша ассар и так далее. Итак, мы доходим до ша эсре и киша ассар. Вот, и 20, 20 – это уже эсрим. Что такое эсрим? Мы берем слово ассар и добавляем суффикс мужского рода, множественного числа. Эсрим будет одинаково и для женского рода, и для мужского. Теперь составные числительные, как, например, 21, 22 и так далее, мы соединяем с помощью соединительного союза ве. 21 – это что? Это 20 и 1. В женском роде это будет эсрим ва-ахад, а в мужском роде эсрим ве-эхад. Точно так же эсрим уштаим, здесь неправильно написано, уштаим должно быть, хотя это грамматически не считается ошибкой, а здесь эсрим ушнаим. Так, теперь круглые числительные, круглые, как 30, 40 и так далее, да, начиная с 30, мы образуем от единиц добавление суффикса им. Шалош – это 3, шалошим – это 30. Арба – это 4, арбаим – это 40. Так, и так далее, вплоть до тэша. 9 – тэшаим – это 90. Обратите внимание, что слово 20 образуется не от слова штаим, который уже имеет суффикс им, да, а от слова айср. Айср – 10, айсрим – 20. Так, мы доходим до 90, а дальше идет слово 100. 100, точнее, сотня – это мэ-а. Слово мэ-а, которое пишется вот так, мэм алиф эй, да, оно само по себе слово женского рода. Женского рода. Поэтому, когда мы считаем сотни, да, мы используем для счета слова женского рода. Например, 300 – это будет три сотни. Слово сотня мэ, а сотни – это мэ-от. Да, три в женском роде шалош – 300, поэтому шалош мэ-от. Так, отдельно мы разберем слово ма-тайм, ма-а-тайм, да, образовано от слова мэ-а. Все видят мой курсор, да? Дело в том, что буква эй, суффикс женского рода, да, переходит в букву тав. Мэ-а, мэ-а-та-им, да. Да, дело в том, что здесь используется суффикс двойственного числа, а-им, да, в отличие от им множественного числа. То есть мы берем слово мэ, ставим его в двойственное число, получается мэ-а-тайм. Ну, все читают это как ма-тайм, да. Ма-тайм – это 200. То есть это слово мэ в двойственном числе. Дальше идет шлош-мэ-от, да, дальше 4 – это арба, значит 400 – это арба-мэ-от, да, слово арба-мэ-от в женском роде, поскольку слово мэ женского рода. Хамэ-ш-мэ-от, шеш-мэ-от и так далее. А как нам образовать, например, 365, да, мы берем шлош-мэ-от, дальше мы добавляем 60 – это шишин, да, и дальше мы добавляем 5. Если у нас женский род, 365, ну, например, кошек, да, то мы добавляем хамэ-ш. Если у нас 365 котов, да, мы добавляем в хамэ-ша. В добавляется только в конце. Вот мы разобрали таким образом числа вплоть до тысячи. Тысяча – это элеф, слово элеф мужского рода. Две тысячи – это аль-паим, двойственное число, да. Дальше. Три тысячи – это шлоша-алафим, да. Шлоша-алафим – шлоша в мужском роде, поскольку слово элеф мужского рода, но говорят обычно в смехуте «шлошет алафим». Так? Вместо шлоша говорят «шлошет». Вот, к примеру, шлошет алафим – 3600, шмоним – 80, ве – шелош и три. Слово, значит, это числительное составное стоит в женском роде. Это определяется только по последнему слову. Шлош – это женский род. Шлоша было бы мужским родом. Сейчас я продемонстрирую вам. Сейчас я перейду на другой файлик, на другую табличку. Это я тоже поставил на телеграм. Здесь вот тоже есть разбор. Здесь параллельно к количественным числительным даются еще и порядковые числительные. Например, есть 30, есть 30, есть 40, есть 40 и так далее. А теперь мы вернемся к нашему тексту, к тексту первой главы «Бамидбан» и разберем еще несколько числительных. Пасук номер 3. Гиммел. «Мибен эсрим шана ва мала». От возраста 20 лет. Слово «шана». Простите, а вы не поменяли этот самый файл? Я не поменял, да. Спасибо, правильно. Я привык делать вот отсюда. Теперь видно, да? «Мибен эсрим шана». Здесь слово «шана» стоит в единственном числе. Это допускается. Это нормативно. То есть, как мы говорим, например, «эсрим шекель» вместо «эсрим шкалим», так мы говорим «эсрим шана». Слово «шана» женского рода, поэтому «эсрим» оно будет одинаковым. «Бен эсрим» – это сын 20-ти, что это значит, 20-летний. От 20-летнего возраста. Ва мала и выше, и старше. Коль йо цей цаван. Все идущие в армию в Исраэль, в еврейском народе. Тив кеду отам. Сочетай их. Ли цив отам. Цава – это войско. По войскам их. Ата ве аарон ты и аарон. Вот эта фраза будет повторяться неоднократно, поэтому я дальше уже слово «эсрим» не выделяю. А вот здесь, например, написано «расшей алфей Исраэль». Что такое алфей? Мы узнаем здесь слово «элеф». «Элеф» стоит во множественном числе. И «смехуте». Как «алафин», но «алфей». То есть «расшей алфей Исраэль» – это главы тысяч Израиля. Гем – они. Дальше. Вот слово «эхадлаходыш» – первое число, первый день месяца. «Ходыш» – так, «ашейни» – месяц второй. Здесь написано «бамис пар шемот». «Мибен эсрим» – она вам мала, как это у нас уже было. И вот здесь. Тоже «эсрим», но это на всякий случай я выделил. Вот здесь идет первое серьезное составное числительное. «Кудэйхэм» – то есть «исчисление их». Про кого это говорится? Давайте начнем отсюда. Отсюда классифицировано название «горы». «голгофа» – это значит «черепушка», поскольку это гора напоминает форму череп и лишена растительности. На иврите «голгота». «Коль захар» – всякий мужского рода. «Мибен эсримшана вам мала» – от 20 лет и выше. «Коль йоцейца» – во все идущие войска. «В кудэйхэм» – исчисление их. «Лэматэ раувэн» – в колене раувэна. И вот здесь идет число. Я вам прочитаю его, и давайте разберем. «Шиша вэ арбаим элэф, вэ хамэш мэотт». Что такое «шиша»? Шесть. «Вэ арбаим». Мы говорим… Так, «арбаим» – это от слова «арба». «Арба» – четыре. «Арбаим» – сорок. Шесть и сорок, но мы сейчас говорим сорок шесть, в хумаше и вообще в танахе используют иногда вот такую форму, как, собственно, и в молитве, например, «спирата омер», которую мы сейчас читаем до шивот, тоже называется сначала десятки, а потом единицы. «Шиша варбаим» в любом случае, как мы понимаем, это сорок шесть. «Элэф» – это тысяч. Сорок шесть тысяч. «Ва хамэш мэотт» – и пять сотен, и пятьсот. Что у нас получилось? Сорок шесть тысяч пятьсот. Почему «ва» используется только здесь, перед последней значащей цифрой? Если бы у нас было, например, сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят, было бы букв… Значит, «союз вав» использовался бы перед числом «ва хамэшим» и пятьдесят. Если бы было пятьдесят два, то «хамэшим» – «уштайм», точнее «ушнаим», поскольку речь идет, как мы знаем, исчисляются предметы мужского рода, Захар. Так, вот мы перечислили количество сынов Реувена. Так, следующее число – это «лэматэ шимон». Предыдущий текст практически повторяется, поэтому мы его разбирать и повторять не будем, да, и разберем только числительное. «Ти ша вэ хамэшим элэф» – это пятьдесят и это девять, да, пятьдесят девять тысяч. «Ум шлош мэотт» – и три сотни, и триста. Пятьдесят девять тысяч – триста. Так. А немножко из ряда вон выбивается в следующей фразе, да. Обратите внимание, что здесь практически каждая вторая фраза, каждая нечетная фраза, да, содержит собирательное сложное числительное, да. Здесь это была фраза «кав алиф» – двадцать один, так. Дальше была фраза «кав гиммел» – двадцать три. Теперь пойдет фраза «двадцать пять». «В кудэйгем лэ матэ гад» – для семейства «гада». «Хамиша в арбайм элэф» – это сорок пять тысяч. «Ва шешмэотт» – и шесть сот. «Ва хамишим» – и пятьдесят, да. Здесь немножечко не так, как я вам объяснял, потому что я вам объяснял современную грамматику автора, и она немножечко изменяется. Здесь вот этот суффикс «вав» использован и перед шешмэотт – шестьсот, и перед пятьдесят, да. Может быть, это объясняется тем, что это первое число, в котором есть десятки, да. Первое – единственное. А остальные числа приведены округленно до сотен. Смотрите, вот здесь «хамишмэотт» – пятьсот, здесь «шлошмэотт» – триста, и только здесь вот мы видим у сынов гада «шешмэотт» – шестьсот десять, да. Интересно, интересно, неужели действительно вот такое ровное число сотен, да, не было ни десятков, ни единиц, разве что вот здесь вот есть пятьдесят, да. Вот это вопрос, который при первом прочтении Торы чуть ли не сорок лет назад, да, передо мной встал, да, я задумался, неужели вот так вот было подогнано Всевышним, что вот ровное количество везде круглое, да. Более того, не только круглое, а кратное ста, только в одном случае кратное пятидесяти, да, для сынов гада. Я нашел одно предположение буквально вот, может быть, в прошлом году, да, как производился подсчет, не считали людей по головам или по именам, да, несмотря на то, что используется слово «гулгалотам» по черепам их, да, как считали людей? Каждый человек сдавал пол шекеля, и вот эти монетки потом подсчитывались. Как они подсчитывались? Слово «шекель», да, однокоренное со словом «шокель» весит, и с русским словом, кстати говоря, «шкала», да. То есть, каждая монетка в пол шекеля, да, и весила ровно пол шекеля, и стоимость ее была как половина шекеля серебра. Шекель на самом деле – это мера веса, так. Так, очевидно, монетки эти собирали и просто взвешивали, их не пересчитывали количественно, их взвешивали, и затем округляли полученный результат. Если было ближе к 300, говорили 300, если было ближе к 400, говорили 400, да, а вот здесь, наверное, монетки, собранные в колени гада, да, стрелка весов, да, или, может быть, весы были не стрелочными, а клали гири на другую, на другую, значит, чашу весов, да, и здесь вот шесть сотен шекелей было мало, а семь сотен шекелей было настолько же больше, чем надо. Поэтому было решено считать это число шемеот вахамишим шестьсот пятьдесят, да, примерно посередине, между шестьюстами и семьюстами. Ну, это такое предположение, вот, но, на мой взгляд, вполне логичное. Далее идет Мате Иуда, колено Иуды, арбаа вешиваим элеф, то есть семьдесят четыре тысячи, вешешмеот и шестьсот. Колено Исахара, арбаа вахамишим элеф, пятьдесят четыре тысячи, веарба меот и четыреста. Здесь идет колено Звулуна, шива вахамишим элеф, пятьдесят семь тысяч, веарба меот, четыреста. Колено Эфраима, арба им элеф, сорок тысяч, да, ровно сорок, а не сорок одна, да, вешешмеот и пятьсот. Так, далее, что у нас осталось? Сколько у нас таких чисел будет? Как вы гадаетесь, двенадцать, сколько двенадцать клен? Не считается сюда колено Леви, потому что оно исчислялось отдельно, но сыновья Йосефа считаются за два колена. Так вот у нас было здесь колено Эфраима, да, вот только что. Так, здесь у нас колено Менаше. Шнаим ушлошим элеф, что это? Тридцать две тысячи. У Матаим, Матаим, это двойственное число слова Меа, двести, двести, двести. Так, здесь Биньямин, хамиша ушлошим элеф, тридцать пять тысяч, веарба меот, и четыреста. Здесь у нас колено Гада, шнеим ушлошим элеф, шестьдесят две тысячи, у шева меот, и семьсот. Дальше колено Ашера, эхад веарбаим элеф, сорок одна тысяча. Поскольку слово элеф у нас здесь мужского рода, то здесь мы используем эхад, потому что здесь мы считаем тысячи. Ве хамеш меот, а слово хамеш стоит в женском роде, поскольку слово меа сотня женского рода. Натали, сколько их было? Шлоша ва хамишим элеф, пятьдесят три тысячи, веарба меот, четыреста. Так, наверное, мы закончили, да? Ровно двенадцать таких комбинированных числительных я вам прочитал и перевел. Эле апкудим ашер пакад муше ваарон. Вот исчисления, которые исчислили муше и аарон. Унасти эй Исраэль и главы Исраэля. Сумма вы можете подсчитать сами. Шнейм, аа, пардон, это не то число. Шнейм, асар, иш. Двенадцать человек, двенадцать человек, то есть иш, иш, эхад, человек, человек один, то есть по одному человеку лавейт, а вот тав, по дому отцов его, а ю, были они. То есть двенадцать человек имеется в виду по человеку от каждого из двенадцати колен, которые помогали муше и аарону сосчитать, да? И было все исчисления сынов Израиля лавейт, а вот там, по домам их отцов, ми бен эс рим шана ва мала, от двадцати лет и выше. Коль йо цейцава всех идущих в войско ба Исраэль в Израиле, И было все их исчисления, сколько это будет, Шеш меот элеф, шесть сотен тысяч, У шлошет алафим, и еще три тысячи, Ва хамеш меот, и пять сотен, Ва хамешим, и пятьдесят, вот эти пятьдесят из колена, да? Которые мы с вами выделили здесь отдельно, так, где же оно было у нас? Вот, Ва хамешим, это относится к колену гада. То есть, вот это вот число, которое мы, наверное, помним из чтения Торы. Шестьсот тысяч, иногда его называют, иногда его называют как шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят. Это имеется в виду количество только мужчин боеспособного возраста, От двадцати лет вам мало и выше, Но имеется в виду, конечно, не до Адмаева и Сыны Израиля, не до ста двадцати, А до какого возраста были военно обязаны сыны Израиля до пятидесяти лет. Еще хочу обратить ваше внимание, да? Я, что называется, макпид, я очень тщательно отношусь к тому, Что в некоторых позициях соединительный союз Вэ имеет форму У. У шлошет алафим, да? По идее, перед буквой Мэм, буква Вав, союз Вэ тоже должен иметь форму У, да? По правилам. Но, 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 если буква Мэм, извините, если этот союз Вав имеет огласовку КАМАЦ, Именно КАМАЦ, а не ПАТАХ, да, то форма Вав сохраняется. Получается ВАМАЛА, да? Еще один пример выражения, которое использует фараон, когда он спрашивает Моисея. А кто, собственно, пойдет? Ми, ВАММИ. Кто и кто пойдет, да? Это выражение используется сейчас и в современном иврите. Вот мы собираем компанию, чтобы жарить шашлыки на, допустим, на ЛАГБА ОММЕР, да? Ми, ВАММИ, БА. Кто и кто придет. Хотя грамматически, наверное, правильно было бы Ми, У, НИ, но в Торе использована такая форма, так и используется в разговорном языке. Я как-то приезжал мимо кафе, которое так и называется Ми, ВАММИ, да? Я действительно проверил, там фараон использует вот огласовку КАМАЦ, КАМАЦ, а не ПАТАХ. Так, хорошо. Значит, вот еще несколько примеров, несколько примеров, которые мы с вами можем разобрать, но, собственно, можем и не разбирать, да? Здесь уже подсчитывается количество людей в станах, каждый, пардон, не в станах, а в дегель. Дегель буквально знамя объединяет три колена, да? Колена группировались по три, да? И наша недельная глава рассказывает, в каком порядке они вставали и отправлялись в путь, и, соответственно, в каком порядке они приходили на новые места стоянки и располагались там в станах, в строго установленном порядке. Ну, у нас сегодня осталось 15 минут. Как вы думаете, стоит нам посмотреть еще примеры чувствительных? Вот они у нас идут, да? Их не очень много, но они есть. Так? Вот это уже идет исчисление левитов по их домам, да? Или же нам стоит вернуться к теме книги Рут, которую мы читаем, которую мы читаем в праздник Шивот, а Шивот у нас наступает когда? В четверг вечера. В четверг вечера. И в Израиле отмечается в пятницу, после чего сразу наступает Шаббат, а вне Израиля два дня праздник Шивот длится пятницу и субботу, да? Вот, и второй день совпадает с Шаббатом. Кстати, напоминаю, что и в Эрит Исраиль, и вне Эрит Исраиль следует сделать ритуал... Так, сейчас, минуточку, вылетело из головы. Объединение готовок, да? Эруф Тапшилин. Да, в Сидоре можно это найти. Ну, это относится к Аллахе, которая дана еврейскому народу. Так? Ну что, почитаем книгу Рут, как вы считаете? Да, 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 почитаем. Это интересно. Пожалуй, это будет полезно. Мы достаточно с вами разбирали. Сегодня числительная тема интересная, тема полезная. К сожалению, я должен вам сказать, что израильтяне далеко не все внимательно относятся к грамматике числительных. Но правила есть, правила есть, и их, собственно, никто не отменял. Так, открываю тогда... Файл, который я вам... По-моему, на прошлом занятии мы весь первый перег прошли, да? Значит, первый перег я не сокращал. Во втором перег я выбрал отдельные фразы, которые описывают нам, да, сюжет. Ну, давайте почитаем то, что я выбрал. Рут, как и аромат. У ле-нооми, мода, ла-иша, да? И на омми, мода, да, мей-да написано, мода, советую читать, да? Дала знать человеку, и гибор ха-иль, миш-па-хат-эль-мелех. Человек... Что такое гибор? Богатырь. Ха-иль это сила отсюда. И хейль, как подразделение, например, военно-воздушные силы, да? И слово хай-яль, да? И эшет ха-иль. Так вот, человек значительный. Мимиш-па-хат-эль-мелех и семей-эль-мелеха. Учмо Боаз. И имя его Боаз. Ватомер Рут. Га-моавия эль-нооми. И сказала Рут Моавитенко. Кому она сказала? Наоми. Эл-ха-на-га-саде. Пойду-ка я, да, это будущее время, в поле ва-а-ла-ка-та. Ва-шиболим. Ва-шиболим. И буду я собирать колосья. Шиболит. Один колос, да? Шиболим. Это колосья. Что вы видите странного, такого ненормативного в этих двух словах? Может кто-то обратит внимание? Ну, по мужского рода слово склоняется по мужскому роду, в мночной че. Какое слово вы имеете в виду? А вот шиболит. Голос. Шиболит. 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 Ну, это бывает. Это мы даже не считаем исключениями. Довольно много существительных женского рода, которые образуют множественные числа с суффиксом мужского рода им. Так что, в общем, довольно условно сказать, что им суффикс мужского рода, а от женского, потому что очень часто они меняются. Нет, есть еще кое-что. Обратите внимание, что огласовка хатав камац, то есть ультракраткая о, и здесь, и здесь, да, стоит под обычными буквами. Вообще хатавы, ультракраткие, стоят под гортанными. В современной грамматике исключительно под гортанными. То есть буква алиф, вот здесь огласовано хатав, потах, это нормально. А буква куф, огласовано камац, потах, да, такое бывает в Танахе, и такого не бывает в современном иврите. И точно так же здесь буква бет, огласовано камац, хатав, хатав камац. Да, ну, это на внимательность, да. Ахар, после, да. Ашер, эмца, хен деэйнав. Когда, в данном случае, я найду благоволение в глазах его. Ватомер ла и сказала ей, лэхи вити, иди, дочь моя. То есть наоми сказала рут. Обратите внимание на вот корень этого слова. А лаката. Корень здесь лэкет. Что такое лэкет? Это название одной из трех заповедей, которые даны хозяину поля, да, для того, чтобы не обидеть бедняка. Лэкет, пэа и шихиха. Да. Может быть, кто-то не знает, я на всякий случай расскажу. Значит, это три заповеди, которые направлены на то, чтобы бедный не слишком обиднел. Что такое лэкет? Это то, чем, собственно, и собирается вот здесь заниматься рут. Это опавшие колосья. Как собирали колосья, значит, жнец, да, жнец, жнет. Он идет по полю, собирает левой рукой пучок колосьй, правой рукой серпом срезает эти колосья, потом берет новые колосья, сюда же, и их срезает, и вот так вот напирает охапку, держа ее левую рукою, прижимая к своему телу, примерно вот на области бедер под сердцем, да. И вот когда эта охапка становится уже достаточно большой, он обвязывает ее вокруг, да, и получается то, что называется словом омер. Омер буквально это сноб. Кроме того, омер это и мера объема сыпучих тел, например, зерна, да, и вот этот сноб, да, он ставит на поле и идет далее, собирает в охапку следующие колосья, так. Вот, если, понятно, что он не удержит всех этих колосьев, да, и если некоторые из них упали, да, то он имеет право их подобрать, если их больше двух. Он, если падает один колосок или два колоска, Митцва говорит ему, не подбирай, а оставь это беднякам, в частности, Ру Муавия, которая шла за жнецами и собирала колосья. И именно в этом увидел праведность ее боас, хозяин поля, да, который впоследствии становится ее мужем, берет ее в жены, да, что хоть она и Муавия, она знает закон, она подбирает отдельно лежащий колосок или два колоска, но три колоска не подбирает, потому что это ей не принадлежит по закону. То есть жнец может вернуться и подобрать эти три колоска. Вот это Митцва Лекет. Митцва Пеа, что означает буквально край, да, тоже недавно мы ее встречали, не зажинай края поля, так. Так, в утренних благословениях, когда мы говорим благословение на Тору, да, мы должны прочитать отрывок из письменной Торы, читают благословение Аарона, и отрывок из устной Торы, читаются два отрывка. Один из них говорит, вот, то, что не имеет меры, и в частности там упоминается Пеа. Пеа-Пеа, что это такое, имеется в виду край поля. Какой ширины край поля оставлять не сжатым для бедняка? Да? Тора не устанавливает размер, но мудрецы установили определенный размер, да, то есть минимальный размер – это в ширину двух колосков. Так? Край поля, понятно, собирать там легче, да, подряд, да, то есть бедняк идет и срезает или срывает эти колоски друг за другом, конечно, это легче, чем идти за жнецами и наклоняться каждый раз, нагибаться и поднимать по одному, максимум два колоска. Вот, и, наконец, третий, третье место называется шихиха, то есть буквально забытое. Когда женец, значит, оставляет снопы, очевидно, он их считает. И вот, пройдя поле, он знает, сколько у него снопов. Он возвращается обратно, возможно, уже с телегой, и собирает эти снопы. Если вдруг он какого-то снопа не досчитывается, он его не увидел, он его забыл, он не имеет права вернуться, чтобы забрать этот сноп, он видит это как знак, что этот сноп, он должен оставить на поле бедняку, да. Конечно, проще бедняку идти по краю и срезать колоссия, которые идут одни за другим, и взять целый сноп, если он где-то на поле забыт, нежели собирать по одному колоску. Но рут Муавия была настолько праведной, что выбрал себе наиболее трудоемкий вариант прокорма. Итак, мы прочитали всего-навсего два цукала. Ва-те-лех и пошла, ва-таво и пришла, ва-те-лакет и стала собирать колоссия басаде на поле. Ах-ре-га-коц-рим за жнецами. Ко-цер это жать, да, срезать, то есть буквально укорачивать. Кцир это жатва. Ва-и-кер мик мик рэ-га. Так. Хелкат-асаде-лавоаз. Здесь слово микре означает случайность, да, но есть такое выражение, что из этих букв мы можем собрать рак мэ ашем. Это вот только от Всевышнего, да, то есть случайности, собственно говоря, не бывает, да, то есть получилось так, что попала она на поле вот этого самого Боаза. Шер миш пахат элемейлых, который родственник элемейлыху. Вейне Боазба ми бейт лэхем и вот Боаз сам он пришел из города бейт лэхем. Вайомер ла куцрим и сказал жнецам, гашем и махем бог с вами. Вайомру ло и сказали ему, еварехе ха гашем, благословить тебя Бог. Вайомер Боаз ла наа ро и сказал Боаз юноше его. То есть, очевидно, какому-то из слуг, который занимался вот этой жатвой, да, га га ницав аль га куцрим, который был представлен как наблюдателем, надзирателем за жнецами, лэми ана ара газот. Чья это, то есть, буквально к кому, это юная дама. Вай я ан и ответил га наар парнишка, га ницав аль га куцрим, значит, наблюдатель за жнецами Вайомер и сказал наара муавия и это муавитянка, девушка, женщина, да, ну, слово наара может относиться как замужней, так и к незамужней, да, ха шава вернувшейся им нооми с наоми миздай муав спалей муава ватомер ала ката на пусть она собирает тут снова мы видим ненормативный камац хата хатавкамац под буквой куф ва а саф ти ба ба бо о ма рим да и будет она собирать в за снопами вот снова омер как сфирата омер отсчет дней по умер а хорей га куцрим за жнецами ватаво вата амод и пришла и предстала встала меаз абокер веад ата а да конечно это все рассказывает юноша что она пришла и встала да от с утра до сегодняшнего момента слово ата слово эт время а зэ шивта а байт меат так шивта 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 да это возвращение ее в дом вот причем то слово меат честно говоря не помню меат как мы знаем это немного обратите внимание слово эт в значении время пишется айн тав здесь мы видим айн тет как слово леат медленно так слово меат немного воемер боас эль рут и сказал боас кому он сказал рут да гало шамат бити вот я слышал дочь моя аль телхи лилкот бе саде ахер не иди собирать колосья поле другом вегам ло та авури мизе и не переходи отсюда веко тид ба кин от слова ледабек то есть буквально присоединяться приклеиваться да и так ты присоединишься им на арутай с моими что ну здесь идет слово народ девушки в женском роде с моими девушками которые очевидно занимаются срезанием этих колосьев вот мы прочитали восемь сутим из второй главы дальше я пропустил и дальше у меня по тексту ну вы увидите если вы откроете этот файл дальше идут суким у меня начиная с кафали с 21 и до 23 ну давайте по крайней мере их прочитаем ватомир рут амуавия и сказал рут мовитянка гам ки амар элай также он сказал мне им га наарим с жнецами вот тут она путает и вместо наарутай мои девушки говорит мои юноши ашерли который у меня тидба кин приклейся к ним будь вместе с ними ад им килу пока они не закончат от слова коль эт коль ак цир всю жатву ашерли которая у меня ватомир нооми и сказала нооми эль рут калата кому она сказала рут своей невестке то вбети и тайцы им наарутав хорошо дочь моя если пойдешь с девушками его тут она поправила очень так ненавязчиво хоть ты оговорилась и сказала наарим вместо народ конечно я знаю что боаз имел ввиду девушек приклеился к ним и они не причинят тебе зла не причинят тебе вреда бездэ ахэр на другом поле на поле другого ва фидбак ба наарот боаз и приклейся будь вместе с девушками этого боаза лелакет собирать колонсья ад колот кацир до конца жатвы га сеорим сеора это мы знаем язьмень у кацир ахитим и жатва пшеницы хита пшеница ватешев эт хамота и вернешься да и вернулась к своей хамота это свекровь вот мы забрали не всю но многие цуким фразы из главы бет есть еще глава гимен из которой я выбрал очень немного и глава далет здесь текст о генеалогии царя Давида вот последнюю фразу мы пожалуй прочитаем вот последние две фразы ватикренало а шхенот и назвали его соседки шем дали ему имя леймор говоря юлад бен ланаоми рожден сын к наоми для наоми ватикренашмо и назвали имя его овед буквально это значит работник но аббревиатура дает од бен Давид еще один сын и будет Давид он был отцом Ишая ави Давид отца Давида в овед голид это Ишай и снова повторяют вот этот овед которого родила Руд он породил Ишая в Ишай олид и Давид а Ишай породил Давида вот так заканчивается Нагилат Руд спасибо вам за внимание вопросы поздравляю вас с наступающим праздником Шевод в четверг вечером в пятницу и в голоди еще и в субботу второй день Шевод вот вот это насколько я помню Йорксайд Бальше Това вот и до новых встреч мы с вами встречаемся через неделю воскресенье вечером да так благодарю вас так с вашего позволения да до новых